2 марта отмечается народный праздник Фёдор Тирон. В православном календаре это день памяти святого мученика Феодора Тирона. Благодаря своему прозвищу, святой Феодор на Руси в сознании народа превратился в тирана, который, по легенде, вовремя одумался и стал защищать людей. Ему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди. Впрочем, краденое разыскивали и при помощи особых обрядов. Например, когда хотели узнать имя вора, брали решето и втыкали в него ножницы, а в их кольца вдевали указательные пальцы рук. Эту конструкцию держали на весу, произнося имена подозреваемых. Если решето вдруг поворачивалось, это указывало на вора. По преданию, считается, что Тирон всегда оставался верным христианской религии и не оставлял молитву ни на день. Он всегда старался помогать людям, которые в этом нуждались. Этот человек мог дать дельный совет и помогал даже материально. Этот святой человек имел непоколебимую веру в Иисуса Христа. Его память чтят и сегодня. Каждый год 2 марта в церкви проводят служение в его честь. В народе считается, что этот день принесет позитивные эмоции и впечатления, если следовать народным приметам. С древних времен было принято приглашать гостей, но только днем. Хозяева заблаговременно готовились к этому и наготавливали много угощений. Считалось, что дом, который примет гостей, будет процветать в достатке и радости круглый год. В этот день пели песни на улице, таким образом люди встречали приход весны. Люди верили, что в этот день Кикимора может украсть новорожденного ребенка. Поэтому сегодня с детей не сводили глаз и все время их сопровождали. Существовало поверье, что в этот день запрещалось смотреть на небо. Если человек увидит падающую звезду, то его ожидали различные заболевания или даже смерть. Кроме этого, люди знали, что можно накликать на себя беду, если вечером выйти на улицу. Поэтому предпочитали оставаться дома. «Береженого Бог бережет» – это пословица, как никогда была актуальна именно 2 марта. Существовало поверье, что в этот день нужно быть предельно аккуратным со своими мыслями, поскольку все, о чем думаешь, могло сбыться. В народе считалось, что сегодня темный праздник. Один из самых несчастливых дней в году. Поэтому приметы на 2 марта предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот день. Феодора Тирона в народе называли Федором Тираном. И он считался темным персонажем. В народе считается, что под его эгидой происходят с людьми в этот день самые неприятные вещи. Говорят, 2 марта происходит много несчастья, особенно после захода солнца. Сегодня, например, запрещено смотреть в окно и в ночное небо. Приметы на 2 марта говорят, что если сегодня увидеть падающую звезду, то вскоре в семье произойдет несчастье. Кто-то из близких либо тяжело заболеет, либо даже может умереть. Также сегодня девушкам принято гадать. Например, если выйти на улицу, и первым встреченным с человеком будет женщина, то эта девушка обязательно выйдет замуж в течение года. В этот день читали заговор, чтобы снять с себя порчу, если нет подозреваемых, кто ее наслал. Для этого, стоя у воды, нужно сказать такие слова. «Кто из вас надо мной подшутил, кто порчу в меня посадил, тому песок и вода реки в очи, не спать тому 33 ночи, река, река, забери с меня порчи, а таким-то отдай все мои корчи, ключ, замок, язык, аминь, аминь, аминь». В народе считалось, что те, кто родился в этот день, отличаются своей принципиальностью и нежеланием идти на компромиссы с остальными людьми. Такие личности твердо знают, чего стоят их слова и поступки. Они не привыкли лукавить и никогда не пойдут на обман ради собственной наживы. Рожденные в этот день пользуются большим уважением среди родственников и коллег. Они не станут манипулировать другими людьми. Все, что у них есть, это результат повседневного труда. Именинники этого дня – Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Матвей, Григорий, Роман, Федор и Феодосий. В качестве талисмана рожденным сегодня подходит рубин. Этот камень поможет оградиться от недобрых людей и лукавых помыслов врагов. Если сегодня выпал снег, то ждите затяжную зиму. Если сегодня идет дождь, ждите оттепель. Если осел туман, то будет теплое лето. Если птицы громко поют, то ждите оттепель. Много снега у порога будет урожайным год. Сны в этот день часто бывают вещами. Они показывают вам то, что может случиться в ближайшем будущем. Если вам приснился плохой сон, не стоит огорчаться. Скорее всего, в жизни все будет совсем наоборот. Вы обретете то, что так давно ищете. Стоит только правильно расшифровать ваш сон. В народе считалось, чем холоднее 2 марта, тем теплее будет весна. Приметы говорят, что если незамужняя барышня, выйдя на улицу после заката, первая встретит женщину, то она в этом году выйдет замуж. Приметы на 2 марта говорят, что если ночью посмотреть на небо и увидеть, как падает звезда, то это предвещает скорую кончину кого-то из родственников. Чтобы защитить ребенка от злых сил, надо над ребенком прочитать молитву «Отче наш» и в изголовье кроватки повесить образ святого. Что же категорически нельзя делать 2 марта? В народе считается, что в этот день нельзя стричь волосы. Считается, что если стричь волосы 2 марта, то можно укоротить себе жизнь, а также состричь свое здоровье и финансовое благополучие. Поэтому лучше отложить поход к парикмахеру хотя бы на день. Также считалось, что в этот день нельзя писать письма. На сообщения и другие электронные виды связи это не распространяется. Но если вы все еще пользуетесь обычной почтой, то лучше в этот день не писать и не отправлять бумажные письма. Также люди верят, что в этот день нельзя покупать новую обувь. Бытует мнение, что в купленной 2 марта паре обуви вы пройдетесь по всем тяжелым камешкам судьбы и навлечете на себя неудачу. Какая погода в этот день, такому и лету быть. Ворона купается в этот день к теплу. Яркий месяц вечером обещает хороший урожай вообще, а дождь – обилие хлеба и льна. Если сегодня птицы возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok